Друзья, всем привет! С вами Коррид, мы находимся в Tycoon 2 и продолжаем дальше играть и отстраивать нашу игрушку. Я немножко посидел вне записи, что-то где-то покликал, что-то посмотрел, зашел, кстати, впервые раз вообще в настройки игры, посмотрел, что там в настройках, ничего интересного там не нашел, думал, может, можно как-то выкрутить графику, чтобы было еще покрасивее или что-нибудь типа того, но нет, ничего, к сожалению, в настройках я интересного не нашел. Вот, немного поставил домиков в разных городах, вот таких вот одинарных, чтобы было красиво, чтобы как-то заполнить всю территорию, которая здесь имеется. Вот, планировал построить стену замка, но потом решил, что надо все-таки, наверное, еще чуть-чуть увеличить город и уже потом под него именно отстраивать стену, потому что сейчас я пока не могу точно сказать, где эта стена будет идти. И, допустим, ну вот в первом вот этом городе, этого я точно не знаю. Вот, далее у нас идет город эльфов. Здесь что я сделал? Здесь я, по-моему, ничего не делал. А, я везде, точнее в городе эльфов, в городе людей, поставил много квестодателей. Значит, я обратил внимание, что когда ставишь нового квестодателя, к нему сразу стягиваются люди. То есть, возможно, не хватает на всех квестов и многие ребята ходят в поисках квестов. Вот, то есть, даже можно сейчас, например, вам показать, поставим какого-нибудь квестодателя, ну, пускай, например, мага. Да, поставим где-нибудь на территории, где много людей сейчас ходит. Ну, вот, скажем, где-нибудь, я не знаю, вот здесь, да. Ставим мага. Он загружается и вот уже, видишь, к нему начинают стягиваться. Три человека, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, буквально все сразу начинают к этому магу стягиваться. Буквально вот за первые десять секунд к нему уже человек тридцать, наверное, стянулось. Я не знаю, как это работает, но я думаю, что лучше квесты ему какие-то пораздавать, чтобы он их отдавал. Вот, то есть, квестодатели здесь прям очень сильно нужны. В первом городе я поставил штук пять, дополнительно к тем, которые были. И в городе эльфов я поставил тоже около четырех, по-моему, или типа того. Здесь, наверное, стоит еще поставить, потому что тут тоже, в принципе, с квестами не все так гладко. Вот смотри, например, ставим вот этого, да, уже, смотри, первый подошел, второй. Смотрим дальше, третий идет. Четверо, а, нет. Так, ну вот смотри, трое, да. Четверо, пятеро, шестеро, семеро, восемь человек. То есть, ну, как бы очень быстро, я не знаю почему, но новые квесты сразу же стараются брать. То есть, квестодатели не стоят просто так без дела, они явно квесты выдают. Вот, а чем больше будут выдавать квесты, тем, соответственно, быстрее будут качаться ребята, быстрее будут накапливать себе уровни. И вот это вот все. Плюс, что я еще сделал вне записи? Я еще немножко занялся монстрами. Вот, сделал пять новых монстров. Точнее как, я просто открыл пятерых и немножко переработал вот этого мужчину и вот этого паука. Вот, всем я также поставил еще заклинания до четвертого левела. У всех были только по, ну, получается, вот эти первые два, да, это получается заклинания первого левела. То есть, ни у кого из монстров не было заклинаний второго и четвертого уровня. Вот, сейчас у них у всех эти заклинания есть. То есть, по идее, монстры, которые находятся на втором левеле, они станут посильнее. Вот, возможно, это как-то отразится на качестве игры. Не знаю, посмотрим. Посмотрим по итогу. Вот, ну и плюс, наверное, стоит сделать еще каких-то монстров. Ну, чтобы было просто какое-то разнообразие. Давай еще откроем четверых, посмотрим, кто здесь будет. Страус. Вот такой страуса. Почему бы и нет? Собственно говоря, страуса у нас нету, поэтому пускай будет страус. Так, дальше. Кто там следующий? Еще один страус. Нет, вот еще один страус нам не нужен. Давай-ка мы сделаем вместо еще одного страуса, пускай будет какой-нибудь вот такой вот. Или можно энта. Можно энта сделать. Давай, пускай будет у нас злой энт. Так, по туловищу. Да, там было где-то энтовское туловище. Вот оно, по-моему. Да, только оно должно быть немножко не так. Так, это у нас... Подожди, гуман... Четвероногий. Не-не-не, все правильно, гуманоид. А почему у него тело где-то в очень странной позиции находится? Так, подожди, а может быть это голова находится в очень странной позиции? Ну да, голова как-то находится так, как надо. О! Ха-ха! Такое существо забавное вообще. Так, подожди, хвост удаляем. Туловище. Руки. Руки... Там какие-то ветки, типа, были, по-моему. У энта руки... Вот, руки-ветки были, да. Мы сделаем энта такого, чтобы он был, типа, как дикий такой энт. Не такой, который был у нас в первом сезоне в качестве игрока. А именно просто такой дикий энт, типа, большой, страшный такой. Ветки какие-нибудь. Ветки-ноги. Ветки-ноги есть? Вот, есть видки-ноги. Это будет прям-таки большие энты. Большие, крутецкие энты. Немножко их сейчас... А, подожди. Во-первых, я их сделаю прям максимально большими. То есть мы возьмем туловище, сделаем вот такенное, здоровенное туловище. Значит, вверх. Нет, пускай, пускай вот так вниз. Ноги мои. Ну, такие же большие я ставлю. Только единственное, что их надо немножко в сторону раздвинуть, чтобы они стояли как-то более естественно от тела. А, тут, тут нет, подожди. Тут надо туловище. А, я могу только вверх. Ладно, тогда ноги. Тогда ноги надо чуть... Блин, опять не та нога. А, ну. Слишком, слишком неестественно как-то двигаются у него ноги. Ну, вот как-то так. Но единственное, что ее в сторону тогда еще надо отвезти. Где-то вот здесь пускай будет. Ну, и эту ногу тогда тоже как-то... Блин, даже не знаю, как ее сделать. Чтоб она более естественно как-то выглядела. Ну, вот как-то так. По-другому, к сожалению, не получается. Так, с руками что делать? Руки... Понятно, надо выше. Понятно, что надо их выше немножко. Отцентровать. Вперед-назад. Ну, вот как-то вот так, чтобы оно было, да. Эту руку тоже... Немного вверх поднять. Немного в сторону. Ну, вот как-то так. Вот такой получается у нас энд. В целом неплохо выглядит. Сделаем ему, значит, глаза. Пускай будут зеленые. А ветки будут... Ну, не хочется делать, чтобы они прям были зеленые. Пускай будут какие-нибудь вот такого, например, цвета. Вот, вот прям отличная эндка. Как по мне. Все, применяем, сохраняем. Значит, будет у нас вот такой энд. Способности ему добавляем. Две способности. И... Все. Переходим дальше. Значит, энд есть. О, раптор. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Единственное, мне цвет его не особо нравится. Давай мы сделаем ему цвет какой-нибудь такой более зелененький. Вот такой вот пускай будет. Вот, все классно. Так, есть раптор. Кто там еще у нас последний будет? Ну, ладно, пускай будет вот такой ковбой. Почему нет? Хорошо. Все. В принципе, монстров я сделал. Получается 9 новых монстров. Буду потихоньку их располагать. Из новых я заспаунил вот здесь вот орков. Ну, типа просто обычные орки вот такие вот. И отправил, ну, то есть сделал к ним уже двух квестодателей. То есть там два квестодателя. Где-то здесь вот они стоят. В начале, по-моему, были вот здесь вот где-то они стоят. Они отправляют, то есть у них квесты только на вот эту территорию. То есть все, кто идут туда биться с этими орками, идут вот именно от этих двух квестодателей. Вот. Ну, а здесь у нас у орков в этой пустыне. Я еще пока, к сожалению, ничего не делал. Что я здесь хочу сделать? Я хочу, во-первых, разместить здесь еще немножко монстров. Чтобы было красиво. Я думаю, что здесь можно разместить каких-нибудь страусов. Потому что это все-таки пустыня. Вот. И каких-нибудь страусов было бы прикольно здесь разместить. Где-нибудь. Я даже не знаю, на какой территории. Где-нибудь, может, вот здесь. Да, мне кажется, вот здесь, кстати, было бы неплохо вот так вот сделать немножко страусов. Такие страусы будут. Также сделать здесь какого-нибудь монстра, элитного страуса. Пускай это уже будет. Так вот парочка. Вот. Ну и, соответственно, нам надо сюда, во-первых, сделать здесь плотность. Чтобы была пониже все-таки. Как-то вот так. И квестодателей сюда надо поставить. Которые будут посылать. Посылать, которые будут. Пускай это будут повары. Которые будут отправлять к страусам. Для того, чтобы... Ну, типа... Мне надо приготовить страуса. Пойди, сходи, убей страусов. То есть, как-то так это будет работать. Я поставлю вот здесь вот. Возле кухни двух поваров. И квесты им сделаю. Вот эти, чтобы они ходили сюда. Вот к страусам. Исключительно. То есть, два квеста. Просто какая-то территория. И один квест именно на босса, который тут ходит. Тусуется. Вот на вот этого. И у второго то же самое. Понятно, что там еще парочку квестов останется обычных. Ну, типа, пускай будет. Ничего страшного. Вот. А как бы самые-таки основные квесты у нас будут именно на эту территорию. Чтобы... Ну, чтобы тут тоже что-то делали. Чтобы там тоже как-то развивались. Вот это все. Сюда-сюда отправляем еще одного. И последнего отправляем вот сюда. Все. На эту территорию людишек мы с вами отправили. Значит, что у нас вообще в целом по территории орков? Тут пока все очень плохо. Потому что... Сейчас объясню, покажу. По отчетам, если посмотреть, да, обзор уровней. То у нас всего 834 человека третьего левела. Это на минуточку 5200 у нас второго, да. И типа только 830. Там в 6 раз меньше, чем игроков второго левела. И четвертого только 23 человека вообще. То есть четвертый левела прям очень-очень мало. Я думал дождаться, пока тут будет соточка. И только после этого открывать четвертую локацию. Но я подумал, что вполне возможно, те ребята, которые сейчас достигли четвертого левела, которым нечего делать уже в игре, они им, возможно, будут как-то, не знаю, грустить ходить. Да, из-за этого будет уменьшаться рейтинг моей игры. Поэтому, скорее всего, я думаю, что лучше, наверное, уже начинать строить четвертую локацию. Точнее, локацию четвертого уровня. Вот. И строить мы ее будем уже, получается, вот. Сейчас я посмотрю, как у нас тут расположение. Ага, вот так расположение. То есть, наверное, вот здесь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, можно, в принципе, и вот тут ее построить. Вот здесь, пускай, она будет. Это будет у нас следующая локация, посвященная всяким этим... Мракобесию, в общем, всякому. Да, я думаю, что здесь ее можно будет построить. Давай мы как-то... Как-то придумаем, как бы она тут... Как она тут будет выглядеть. Я думаю, что она будет не особо большая, потому что, исходя из того, что было в первом сезоне, в четвертой локации, в пятой локации, в шестой, там, я помню, людей было прям очень мало. То есть, до такого уровня доходят вообще далеко не все. Игроки многие... Бросают игру там на втором, на третьем уровне. И вот именно до четвертого, до пятого и выше доходит прям очень мало людей. Поэтому здесь мы сделаем город не особо большой. То есть, каждый следующий город у нас, наверное, будет все меньше, меньше и меньше, скорее всего. Вот. Возможно, их будет... Ну, типа, будет одна локация, а в ней будет, допустим, там, два-три небольших города. То есть, как-то так это будет выглядеть. Так, ладненько. Ну, давай, хорошо. Значит, будем делать здесь тогда страшный городок. Ой, подожди, регион, да? Надо же купить. И же, регион же, вот этот вот покупаем. Уровень ставим здесь. Четвертый. Вот так. Далее, сеть. Сеть, сеть, сеть. Сетевой канал здесь подрубаем где-нибудь. Где-нибудь вот тут, наверное. Кабель кидаем сюда. Как-то вот так, я думаю, будет достаточно. Потом, что у нас дальше? Значит, проход будет вот здесь. И где-то, наверное... То есть, проход у меня будет идти отсюда. И где-то, наверное, вот здесь вот будет вот этот город. Вот так, наверное, как-то будет идти локация. А-а-а-а-а. То есть, как-то, наверное... Так. Здесь как-то вот так. Ну, пускай, допустим, будет как-то так. Давай посмотрим, что у нас по освещению этой территории. Слишком уж она яркая. Значит, освещение у нас будет какое? Ландшафт. Ландшафт. Поле пустыни Сосновой Лев. Сгребная роща. Ну, пускай хорошо остается. Значит, по цвету оттенок региона. У нас будет... Ну, такой надо немножко его мрачновато делать. То есть, какой-то синий, наверное. Или даже бирюзовый такой, да? Но более такой к серому. Чтобы был прям такой темный какой-то. Такой немножко темный. Почему он зеленый? Цвет освещения розовый. Нет. Цвет освещения у нас будет такой темноватый прям. Какой-то прям вот такой. Ой, не знаю. Яркость. Давай чуть-чуть уменьшим. Применить. Ну, вот что-то похожее. Но все равно как-то слишком светло, как по мне. Почему-то оттенок совсем не тот. Он какой-то более зеленый. Хотя я выбрал вообще, чтобы он был не зеленый. Ну, то есть, прям совсем не зеленый. Тут все синее. А он почему-то зеленоватый. Какой-то. Так. Здесь мы сделаем... Нет. Но он будет не розовый точно. Мне надо, чтобы он был такой немножко мрачноватый. Как будто. Вот. Какой-то такой холодноватый. Даже немножко получается. Может все-таки вот так вот сделать потемнее. Во. Во. Вот так вот классно. Все. Вот такая получается у нас территория. Локация выглядит вот. Ну, в целом неплохо. То есть, она не совсем... Да блин. Не совсем такая прям, чтобы уж темная была. Да? И с другой стороны, ну, как бы такой вечерок. Типа, знаете, такой... Какой-то странный вечер. Вот. Я думаю, что так пойдет вполне. Так мы, наверное, его и оставим тогда этот регион четвертого левела. Мрачный, темный. Так. Ну, и первое, что мы здесь будем делать, это, понятное дело, гостиницу. Фигачить сюда. Гостиница нам нужна... Вот она, жуткая гостиница. Вот она будет у нас стоять где-то вот здесь вот в начале. То есть, это самое первое, что мы здесь видим. Это вот эту жуткую гостиницу. Как-нибудь вот так. Потом. После этой жуткой гостиницы у нас идет там жуткая таверна. Где-нибудь вот здесь. Так, жуткая кузница. Есть такое дело у нас? Жуткий кузнец. А вот, неплохо, неплохо. Пускай будет жуткий кузнец. Так. Жуткий магазин зелий. Блин, прикольно смотрится. Такой красивый. Офигенский. Горгульи там, все дела. Так, и жуткий магазин мне нужен. Жуткий магазин. Вот такой вот стыковкой у нас идет. Жуткий магазин стыковкой. Наверное, как-то вот так он должен стоять. Вот. Но таких, наверное, лучше сделать два. Ну, просто, чтобы было красиво. Ради декора. Начальную точку мы делали. Кстати, у меня спрашивали в комментах как-то по поводу начальных точек. Спрашивали, почему у Коры ты не делаешь больше начальных точек. Почему ты сделал одну и все. Объясняю. Начальная точка. Читаю. Когда новый игрок присоединяется к вашей игре, он появляется в начальной точке. Если у вас более одной, новые подписчики будут поделены между ними. То есть, эта штука только для начальных подписчиков. То есть, вот вы только входите в игру, вы появляетесь в начальной точке. Ее нет смысла ставить в регионах второго, третьего и выше левелом. То есть, только в регионе первого левела. Ее можно, допустим, ставить как? Если у вас в первом регионе, как вот было у меня в первом сезоне, там было два города у меня. Вот можно было поставить одну там, одну там. То есть, одну в одном городе, другую в другом. И тогда окей. Но больше их ставить нигде не нужно. То есть, ты ставишь, допустим, начальную точку в регионе второго уровня. Да, возможно, там кто-то будет спавниться, но они будут уходить оттуда, идти в регион первого левела. То есть, как бы, они будут тупо просто ходить туда-сюда, зачем это нужно. Вот. Поэтому такая штука ставится только одна. А точка возрождения, объясняю, это сделано для того, чтобы если ваш персонаж умирает, он появляется на этой точке возрождения. Вот. То есть, это такая, ну, типа, условно, точка респауна. Вот. Вот ее нужно ставить во всех городах, потому что, понятное дело, чтобы не бежать, опять же, там, с локации первого левела на локацию третьего. Да, через всю карту. Вот. И объясняю, зачем нужны ориентиры. Ориентиры это, условно, такой объект, который притягивает игроков к себе. То есть, притягивает к себе юниты. Они примерно начинают понимать, искусственный интеллект этих игроков начинает понимать, что вот где-то вот возле вот этого ориентира есть что-то интересное, да. То есть, это, скорее всего, город, или там, скорее всего, выдают квесты, или еще что-то, и они к этим ориентирам тянутся. Это вот именно на уровне искусственного интеллекта сделано специально, чтобы улучшить и немножко облегчить его, чтобы он был... Чтобы люди не просто ходили и искали, где тут город. То есть, они такие, ага, там есть ориентир, вот туда вот мы пойдем. Поэтому тут даже так и написано, что размещать надо его, ну, возле каких-то важных объектов. Ну, все, вроде бы все рассказал, вроде бы все объяснил. Давайте дальше смотреть. Что у нас там дальше интересненького, да, по декорациям, по декорациям. Давайте смотреть. Значит, у нас есть, там были где-то страшные деревья, помню. А, или не было. Не было, наверное, это я что-то путаю. Ну, хотя вот эти деревья тоже не особо такие прям красивые, смешные. Поэтому их, я тут думаю, можно так вот как-нибудь повтыкать, чтобы они стояли всякие здесь разные. Такие можно тоже воткнуть. Что-то наподобие такого леса сделаем с вами. Вот, в любом случае, будет красиво. Потому что локация у нас ужасная, и всякие такие вещи здесь по-любому будут нужны. Да, ну, какие-то обычные деревья, я думаю, тоже стоит поставить. Потому что если мы оставим тут только деревья вот такие вот, то будет казаться, как будто тут был пожар. Поэтому обычные деревья, я думаю, тут тоже стоит разместить. В любом случае, это будет как будто бы лес, что ли, или типа того. То есть лес такой страшный, ужасный. Вот, где стоят вот такие вот страшно ужасные дома. Так, ну все, в принципе, с деревьями закончили. Давай что-нибудь сделаем. Вот такие пенечки. Пенечки обязательно. Тоже, да, это по-любому. Пенечки 100% нам здесь нужны. Причем, наверное, пенечки вот такие тоже сделаем. Кстати, буквально недавно вышло новое обновление. Я вам об этом не рассказывал. Буквально на днях. Но оно ничего такого прям существенного не завезло. Там какие-то багофиксы, вот такое вот все. То есть по контенту там не завезли пока ничего, к сожалению. Поэтому тыковки можно сделать. Тоже где-нибудь вот так вот расставить тыковок. Будем ждать какие-нибудь прикольные обновления. Я надеюсь, что их в скором времени выпустят. Так, у нас тыква на елке. Почему бы и нет? Точнее, тыква на дереве. Ну, пускай растет на дереве. Такой хэллоуинский такой этот у нас получился район. Обновление. Так, версия 3.3.0. Хорош. Значит, крутота. Обнимашки. И что мы будем делать? Продвижение. Тематика. Исследование. Социализация. Достижение добычи. 20% к боевке. Я думаю, что исследование пускай будет. Вот это навороты будем тогда вкачивать. Вот. Выпустить. Все. Пускай у нас будут навороты. Ну и в целом как-то так. Далее. Что у нас там? Камни. Да, я думаю, что такие вот камни друидов тоже надо бы сделать. Несколько камней друидов. Что касается таких вот скелетов. Ну это можно как бы сделать где-то, да? Но все-таки это какие-то типа скелеты змей непонятных. Не знаю. Это больше, мне кажется, относится к какой-то пустыне. А тут у нас все-таки такое, знаете, как... Ну типа хэллоуинский такой район. То есть тут призраки больше. Вот такое. А не именно как скелеты, драконы. Вот это вот все. Поэтому я думаю, что такое мы здесь делать не будем. А вот что-нибудь более такое мрачное. Конечно, было бы интересно. Можно колодец, кстати, поставить. Почему нет? Колодец здесь прям зайдет. Тут такая штука. Я не знаю, правда, что это. А, это у нас торговец, да? Такой типа. Да-да-да-да-да-да-да. Торговец. Его тоже можно тут поставить. Почему нет? Вот так вот. В качестве декора. Да тут, блин, вообще в качестве декора надо очень долго всего ставить. Потому что город получается максимально пустым. К сожалению, да? И тут вот-вот всякие такие штуки, конечно, ставить прям очень-очень надо. Какие-то вот такие вот. Так, не лагай, игра. Не лагай. Я поставил... А, я, кстати, включил в настройках автосохранение. Вот. Оно было почему-то выключено. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы оно до этого работало. Не знаю. Может быть, мне кажется. Но оно, по-моему, работало. Так, это у нас какой-то амбар. Ну, амбар тоже можно поставить. Почему нет? Где-нибудь вот здесь, да? Вот так. Типа такой. Оп. Амбарик там такой. Все дела. Там были где-то вот такие штуки. Можно поставить тоже вот так. Такое сено типа, да? Вот. Неплохо, неплохо. Какое-нибудь бревнышко. Костерецкий сюда запилить. Вот уже какой-то получается такой небольшой декор. Такие штуки. Сломанные бочки можно здесь поставить. Ну и, соответственно, тут нужно будет еще кладбище делать. Обязательно. Обязательно кладбище, которое будет офигенски красивым. Гаргули. Миллиард везде. Гаргули нужно тоже делать. Так. Это нам не надо. Такую штуку можно разместить. Всякие ящики разные можно тоже. Размещать. Понятное дело. Только, блин. Только чтобы он не в воздухе висел. Давай не будем вот этого делать. Так. Ну и вот где-нибудь бы сделать кладбище. Где-нибудь, наверное, вот здесь, мне кажется, было бы отлично. Как-нибудь, я не знаю. Вообще, как-то хаотично я бы хотел все это дело расположить. Как-то вот так, мне кажется, будет неплохо. То есть, такое типа, типа кладбище здесь у нас присутствует. Я не знаю, чем его украсить. И, к сожалению, блин, нет ничего. А, тут же можно точно сделать эту точку возрождения как раз-таки. Так, подожди, элегантная, лесная, жуткая точка возрождения. Что-то она ни хрена, блин, не жуткая эта точка возрождения. Она больше похожа на... Какую-то в тыквенную ферму, блин. Ну, пускай где-нибудь здесь, наверное, я ее сделаю тогда. Почему она ломает вон то дерево? Вот, вот так, короче, это будет выглядеть. Вот, отлично. Все, такая типа точка возрождения. Там сзади будет кладбище. Ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня это все. На следующем выпуске продолжим. С вами был Коррид. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok